Разделять мусор при сборе для Анастасии Минаевой не впервой. Она волонтер, которая вместе с единомышленниками не раз принимала участие в уборке города. Девушка призналась, что когда узнала о проведении чистых игр, то сразу подала заявку. Мы и раньше убирали территорию, в принципе, сами как волонтеры, сами от себя. Ну и сейчас, когда мы узнаем, что будет такое мероприятие, причем посвященное фактически исторической теме, желанию возвратить место и убрать, естественно, природу, то да, конечно, мы хотим в этом участвовать. Чистые игры – это всероссийское движение по раздельному сбору мусора. В них принимают участие неравнодушные жители города. Территории для уборки выбирали они же. Чистые игры стартовали сразу на двух локациях – в парке 1812 года и в Кальном у Ручья Быстрец. У нас 8 команд здесь, на этой площадке, 3 команды в Кальном. И будет, соответственно, совершен сбор мусора в мешки. За каждый мешок команды будут получать очки. Например, если это мешок смешанного мусора, то 5 баллов. Если это мешок стекла, то 9 баллов у нас больше всего ценится. Мешок пластика – 8 баллов. И раздельный мусор люди будут складывать вот в эти контейнеры. Также команды могут найти так называемые артефакты, за которые дают дополнительные баллы. Ими вполне могут стать выброшенный кем-то топор, противогаз или даже обычный ботинок. Команда, набравшая больше всего баллов, получает призы. Однако главной же целью остается именно облагораживание территорий. Территория захламленная. Мы здесь живем рядом. Нам это, конечно, не нравится, потому что здесь и дети ходят, и люди гуляют. И, соответственно, мы не просто здесь, скажем так, участвуем в чистых играх, а мы благоустраиваем то место, где сами живем. И плюс ко всему мы хотим в следующем году здесь благоустроить эту территорию по программе местных инициатив, сделать здесь скверы. Хоть чистые игры проводятся в Рязани впервые, организаторы надеются, что инициатива горожанам понравится и будут облагорожены новые территории, благоустроены парки и зоны отдыха.